Показать свою силу и сноровку смогли белгородские борцы на межнациональном культурно-спортивном празднике «Сила в единстве», который проводится под эгидой Ассамблеи народов России. Основная цель – укрепление межнациональных отношений. У нас здесь много и разные национальности присутствуют, но мы один народ, мы россияне. Спортивная площадка объединила все национальности. На татами сошлись более 50 представителей клуба вольной борьбы в возрасте от 11 до 13 лет. Изначально заложены были 6 видов спорта, но учитывая погодные условия, мы 5 мероприятий отложили на выходных, которые проводятся на улице. Семь видов спорта – это у нас будет вольная борьба, футбол, армрестлинг, будет проходить гиревой спорт, будет проходить перетягивание канатов, настольный теннис, дарт и в принципе все. Это все мероприятия, которые должны были пройти на улице. Зависимо, они будут проходить в субботу. Вольная борьба – один из самых зрелищных и захватывающих видов спорта. Борцы применяют броски, захваты, накаты, а главная цель каждого спортсмена-вольника – уложить соперника на лопатки. Армен Багдасарян 5 лет занимается вольной борьбой. Его мечта – стать чемпионом мира, поэтому поражение для него – лишь возможность профессионального роста. Если ты вышел соперником, который сильнее тебя, и ты ему проиграл, это хорошо, а ты будешь развиваться, и в дальнейшем ты можешь выиграть его. Кроме борцов, за происходящим на татаме внимательно наблюдали белгородские наставники и гости из Республики Дагестан. Главный тренер молодежной сборной России по вольной борьбе Абдусал Амгадисов профессионально оценивал происходящее на ковре. Будем смотреть на то, как борются ребята, будем смотреть на их какой-то технический арсенал, их физические кондиции, данные. Межнациональные культурно-спортивные соревнования проводятся в рамках регионального гранта, направленного на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений. Екатерина Скляренко, Роман Юрин, Белгород Медиа.